здравствуйте друзья меня зовут просто лена и сегодня мы будем с вами печь пироги причем для тех кто их не умеет лепить я расскажу рецепт ничего страшного в этом нету сама не умею это делать поэтому рассказываю как это будет намного проще всем тем кто не умеет лепить пирожки я купила два пласта теста дрожжевого и соответственно их раскатала ну как не раскатала в общем то они так раскатывали то есть они разморозились естественно все это дело под начиночку расскажу какую ну и соответственно технологию покажу я в этом решила если вы помните в наших предыдущих роликах мы пирожки с вами мини пирожки делали как пельмени и выпекали их естественно в горячем масле то в этот раз пирожки должны быть пирожками и будем выпекать их естественно в духовке то есть принципе для этого как бы рассказываю что и для чего это нужно из начинки я взяла ветчину и очень твердый сыр вот у меня ветчина вот у меня сыр вот этой кружечкой как вы обратили внимание на тесто я уже примерно разметила наши пирожки то есть это вот один пласт то есть вот примерно вот так вот будут они выглядеть естественно взяла яйцо разбила его смажем нашу пластом яичком чтобы руками ничего не трогать не вылеплять поскольку руки у меня тоже простите не за дни за нормального места растут на не умею пирожки печь ну что теперь делать но очень хочется то есть разметили начиночку порезали сейчас мажем яичком разложим начинку расскажу все по порядку ну вот как вы обратили внимание я уже сказал что у меня тут намечено все примерно что я делаю сейчас в данный момент здесь я взбила яйцо и вот этот пласт промазываем яйцом чтобы у нас пирожки я так надеюсь слипнуться чтобы их не лепить руками те кто не умеет как я поехали вот хорошенечко все это дело промажьте что все было в яйце после того как промазали вот у меня начинка соответственно я уже рассказывала ветчина и сыр причем сыр самый-самый что ни на есть твердый пармезан принципе его надо прям ну вот совсем немножко то есть на каждую серединку вот этого вот кружочка я кладу нашу ветчину вы можете брать любую начинку вот примерно так а теперь на ветчину мы положим наш сыр то есть нарезанный сыр должен быть ну примерно вот как кусочек ветчины чуть поменьше может быть ничего страшного может быть вот как это чуть чуть побольше ну принципе это не играет никакой роли то есть вот начинка у нас соответственно положено что делаем дальше вторым пластом мы накрыли наш первый а чтобы наше тесто не растягивалась то есть она как бы у нас упаковано вот такую вот пленочку то есть аккуратненько все дел переносим если даже чуть не ровненько моего потом подтянем и снимаем теперь эту пленку в принципе она нам скажем так уже не нужно то есть чтоб перенести пленку не снимайте тогда тесто растягивается просто не будет ну вот аккуратненько все это дело сняли ну примерно представляете да то есть вот у нас на серединке уже обозначились наши будущие пирожки то есть вот она начинка если вдруг вы не очень ровно положили тесто к началу подтяните его чуть-чуть да скажем так и вот потихонечку прилепите его нашему первому пласту а для того чтобы все это дело у нас не прилипало когда мы будем делать наши пирожки естественно немножко присыпем это дело мукой чтобы вот к нашему скажем так образцу нашей чашки по которой мы будем все это дело лепить не прилипало наш тесто то есть принцип понятен вот примерно вот так естественно чтобы все не поприлипло к нашему образцу а теперь самое главное чтобы вот этой вот заготовкой прорезать тесто чтобы естественно получились наши пирожки то есть аккуратненько не спеша причем не трогая сейчас абсолютно ничего только вот прорезать то есть понятно что вот это у нас серединка и стараемся как-то посерединке все это дело мы зафиксировать он что-то примерно вот так то есть аккуратненько посерединочки смотрим чтобы у нас все это было готово вот примерно вот таким вот макаром то есть вот такая вот кругляшечка у нас получается такой мини колобольчик приплюснутый ну вот ребят собиралась мыслями наверное минут десять ну извините ну что делать потому что самый такой вот момент в этом приготовлении это нижней пленки как бы ее обязательно надо снять но чтобы не снять надо было все это дело перевернуть то есть собиралась мыслями очень долго такой акробатический номер в принципе прошел удачно по тупой ничего не следовало не куда не исчезла не упала и тогда и тому подобное то есть теперь с того пласта на котором все это было мы потихонечку снимаем нашу пленочку вот видите наши такие супер пирожки принципе готовы для чего для того чтобы тесто немножко подошло так аккуратненько не спеша чтобы не задиралась ничего не заветривалась то есть все делаем не спеша вот примерно вот ну подтягивать ничего страшного все это осталось у нас как бы есть и другую не на пирожках сейчас все это дело можно чтобы не заветрилось немножко присыпать мукой и оставить где-то примерно на полчасика может быть чуть побольше сами убедитесь в этом потому что тесто дрожжевое оно должно подойти как видите мы убрали лишнее тесто со стола принципе она нам не нужно то есть вот наш пирожков вот такие вот они шайбочки у нас получились сейчас немножечко присыпем их мукой чтобы они не заветривались и оставим на полчасика мы посмотрим может быть минут на 40 не знаю как пойдет процесс поднятия нашего теста то есть присыпаем и оставляем на какое-то время покажу как они примерно должны подойти вся лишняя мука потом уберется ну вот друзья прошло где-то с полчаса я бы не сказал что на особо поднялось все-таки оно не сдобное тесто но все равно вот пусть оно полчасика как бы постоит ну немножечко наверное подышим что делаем сейчас маргарином или маслом смазываем противень и раскладываем наши пирожки для того чтобы поехали на всякий случай подальше друг от дружки вдруг поднимется вот примерно вот так смазываем каждый наш пирожок яйцом сами знаете что яйцо служит индикатором как бы готовности наших пирогов и ставим духовку посмотрим на сколько времени то есть естественно смотрим как только подрумянились принципе роги на шкатур ну вот друзья прошло буквально ну минут пятьдесят наверное то есть не надо ставить на слишком большой огонь наверное температура где-то ну 180 градусов в разогретой духовке я их вытащила естественно чтобы они немножко постыли и переложить их куда-то вот на какую-то тарелочку мы накроем все это дело небольшим полотенчиком чтобы при остывании не на свежем воздухе как бы а вот именно под полотенцем они остывали почему чтобы не покрылись коркой и не зачерствили так чтобы накрываем их полотенчиком ждем когда остынут и соответственно перекладываем в тарелку или туда куда вы хотите спокойно можно потом будет есть ну вот друзья мы с вами приготовили ленивые пирожки или для тех кто не умеет их лепить типа меня создаюсь в этом честно ну что делалось не научили в детстве не в юности поэтому делаем так как удобно то есть не прикладывая в принципе никаких усилий к этому так что если вам рецепт наш понравился соответственно ставим лайки пишем комментарии а перед тем как пишем комментарии расскажу свой личный комментарий глядя на эти пирожки в принципе я сказал бы что поскольку сыр у нас был очень твердый сыр я взяла действительно твердый пармезан и за это время он в общем-то не вытек то есть оставляем пусть остывает потом переложим соответственно подписываемся на наш канал а мы как обычно с вами увидимся в наших последующих роликах всем приятного аппетита чаепития всем пока